Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я Антон, и я продолжаю проходить замечательную модификацию для игры Сталкер Зов Припяти под названием Пространственная Аномалия, апдейт 4.1. Ну что ж, друзья, в прошлой серии я получил достаточно большое задание от Ставлида, местного лидера сталкеров на Северном Хуторе. Задание заключается в том, чтобы найти левшу, некоего сталкера, который якобы убил своего друга, подло скрылся и украл общую с этим другом добычу. В общем-то, поступил как крыса, а крысу нужно наказать. В общем-то, я нашел его на металлургическом заводе, но он божится, что никого не убивал, что их подставили. И, в принципе, давайте доложим ситуацию с Тавриду. Но перед этим я загляну к Распутину и прикуплю у него коктейли энергетических. Заодно нож сплавлю и автомат. Да и, в принципе, стоп и снорка. Во, отлично. Отлично. Так, что еще можно тебе скинуть? Водку давай скинем. Патроны оставлю. Патроны оставлю. Ну-то все. Отлично. Минус 3700. Покедова. Давайте метнемся к Ставриду и обрисуем ситуацию. С чем пожаловал, наемник? Как успехи, зверь? Разобрался с крысой? Пока не узнаю, кто именно крыса, разбираться ни с кем не буду. Это еще что значит? Не верю я в то, что Левша убил Хромова. Я с ним говорил, и поверь мне, я бы распознал ложь. Левша рассказал, как они с Хромым добыли неплохой хабар, поэтому и довольные такие были, и бухать начали. Об этом узнали также и те, кто с ними пил. Так что мотив был не только у Левши, но и у всех остальных. И к тому же Левша после ссоры ушел с базы, и его зажали бандиты. А с этого уходит, что на базе он больше не появлялся. Очень маловероятно, что именно он убил своего друга. Понятно. Ты пока приведи Левшу сюда. Там я всех, кто бухал тогда, к стенке поставлю. Они у меня быстро расколются. Убийств и крысяничество я не потерплю. Окей, пойду к Левше. Только поздновато к Левше ходить, на самом деле. Ну, об этом потом. Давайте, друзья, метнемся к Петровичу. Принесем фигурки. Уже забабахаемо. Сынеизоляцию. Да. Я тебе фигурки принес. Слепого пса, псевдособаки, кабана, плоти, бюрера, контролера, химеры, снорка, псевдогиганта. По тысяче за каждую фигурочку. Все уже у тебя. Да, но я и не заметил, что ты уже все фигурки нашел. Отличная работа, наемник. Спасибо тебе огромное за помощь. В знак благодарности, помимо тех денег, что я тебе заплатил, снижаю для тебя цену ремонта и модификации снаряги на 40%. Спасибо тебе большое за скидку. Бывай. Вот, друзья, вся та коллекция, что мы нашли. Достаточно приличная. А потом, конечно же, мы еще и отремонтируемся. У Петровича заапгрейдимся. Но сначала надо скинуть калаш. Наш патроны поставятся, а то радиация подъедает меня и метнуться на металлургический завод. А с помощью нашего проводника по кличке Трипач отправляемся. Это очень сильно сэкономит нам время. Да, мы на месте. Я подожду тебя здесь какое-то время. Как надумаешь возвращаться на северный хутор, то подходи. Но только учти, если тебя долго не будет, то я отправлюсь обратно один. Да я надолго не задержусь, не ссы. Быстренько, быстренько, быстренько. Нам здесь делать особо и нечего. Кроме как. Обыскать тело, левши. Черт, левша. Кто же это сделал? Стоит обыскать ангар. Может, убийца оставил какой-то след. Да, а убийца, между прочим, оставил след. Он оставил нож. Большой-большой нож. Вот здесь. Забираем улику. И отправляемся домой. Наследил он, конечно, знатно. Бросил орудие убийства. Идиота кусок. Но ему же хуже, на самом деле. Ну что, пойдем? Нужно рассказать Ставриду, что кто-то убил левшу. Да, сету ее вина, однако. Левша вроде как неплохим парнем был. Хоть и кашу заварил нехилую, друга прирезав. Да, скорее всего, он в смерти Хромова не виновен. Раз самого левшу убрали. Кто-то явно заметает следы. Ладно, разбирайся сам. Я в эти хитросплетения лезть не буду. Отправляемся? Да, идем. Достаточно удобная вот эта вот система фаст-тревела. Это радует. Так, давайте сайванемся. Что-то давно не сохранялся. Ставрид? С чем пожаловал, наемник? С новостями. Левша мертв. Кто-то заметает следы. Вот же мразь. Ну ладно. Вижу, надо дело брать в свои руки. Давай не торопиться. Все равно уже мертвых не оживить. А если действовать жестко, могут пострадать невиновные. Я узнаю, кто убийца, и накажу его. Согласен? Хорошо, пусть будет так. Главный результат. Ты уже разузнал, с кем выпивали убитые? Да, с ними были еще два человека. Горелый и Химик. Разберемся. Не пропадай надолго. Возможно, скоро нам понадобится. Да, 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 да. Давайте поговорим с Распутиным. О ножичке, который мы нашли. Дай пять. Ставрит сообщил мне, что Левша тоже мертв. Это правда? Да, это так. Распутин, можешь помочь мне? Ты ведь со всеми сталкерами на базе хорошо знаком. Жаль, парней. Насчет сталкеров, то знаю всех. А все ж таки бармен, я здесь. А что? Не можешь мне подсказать, кому этот нож принадлежит? Ммм, так это же нож Химика. Он его сегодня по всей базе искал. Матерился жутко. Даже вроде как встревожен был чем-то. Где он сейчас? Да, он все нож свой искал. А потом вроде как вспомнил, где его потерял и пошел на то место. Держи нож, отдашь ему при встрече. Ну, я тогда пойду. Ножичек отдам. Этой гниде. Вот, значит, кто Левшу замочил. Ну, да. Пойдемте, ребят. Эту тварь вздернем. Что в следующий раз честных сталкеров не подставляло. Аккуратненько, аккуратненько проходим. Здесь опять отреспаунились собачки. Поэтому будьте аккуратнее. Аккуратненько мы оббегаем все это дело. Главное, не залезть в аномалию. Лишний раз. А тут их довольно много. Натыканное на самой дороге и на обочине. Вот, например, как я сейчас сделал. Но благо урона мне не насчитали много. Побежали, 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 побежали. В принципе, можно было метнуться и с помощью нашего проводника. Тихо. Спокойно. Ну, поскольку мы сейчас будем выполнять нашу вендетту, лучше делать это без свидетелей. Опачки. А вот и люди. Что за... А, это ты наемник. Иди куда шел. Да я как раз сюда и шел. Помочь тебе хотел. Не это ты ищешь. Ты достал меня уже. Что ты суешь свой поганый нос в чужие дела? Надо было тебя прикончить еще, когда ты в клетке сидел. Ну, теперь держись. Ну, что ж. Ты сказал свое последнее слово. Забираем КПК этой сволочи. Заодно и финку возьмем. Калаш. Разряжаем, выкидываем. Все равно дно. И давайте чтем его КПК. Документы все заблокированы. Повреждены. Данные заблокированы. Карты маршрутов тоже заблочены. А вот личные данные нет. Вчера в 19.23. Ну все, теперь можно валить с этой проклятой зоны. Хромой баран взял мне все про их слившую их заначку рассказал. Осталось только как-то узнать, где именно она находится. Пьяные идиоты. Вчера. 21.57. Все. Где находится контейнер, я знаю. Ну, идиоты. Сами мне все пьяные растрепали. Осталось только придумать, как контейнер свистнуть, чтобы на меня не подумали. Какой же я молодец. Вчера. 23.19. Дело сделано. Хабара я перепрятал. Хромой мертв. Ставрит и остальные дебилы подумали, что это Левша его убил. А осталось только его самого убрать от греха подальше. И без проблем свалить отсюда. И последняя запись. Гребанный наемник. Сегодня, два часа назад. Чертов наемник, лезет не в свое дело. Как же он меня бесит. Нужно срочно его убрать. Он становится реальной угрозой. И Распутина бы тоже не помешало язык отрезать за болтовню его. Если бы не он, наемник сделал бы всю работу за меня. Сам бы убрал Левшу. Черт, еще и нож потерял. Нужно срочно найти его, пока кто-то не нашел раньше меня. Из заставы помойка надо сваливать и ставить тоже данные заблокированы. В общем-то, вот такая вот сволочь. Ну давайте, друзья, сделаем контрольный выстрел. Жизнь научила меня делать контрольные выстрелы, поэтому на всякий случай доведем работу до конца. Вот и все. Убрали мы химика. Сволочь. Так, я, кстати, есть хочу. не помешало бы подхарчиться. И давайте, друзья, метнемся на базу сталкеров. Вот здесь вот обойдем вдоль оврага все это место. Здесь достаточно много аномалий, причем самых разных. плюс мощное пси-поле. Там очень много зомбированных, поэтому будем действовать аккуратненько, быстро, чтобы нас не спалили. Побежали, 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 оба. И убежали. Хорош. Отлично. Немножко уже начинаем выдыхаться. Выдыхаться, выдыхаться, начинаем. Ну ничего, сейчас заапгрейдим нашу амуницию. Наш АЕК. Очень хочу купить я прицел. ПСО. Очень бы не помешал. И затенем наш комбез. В нем-то уже и ПНВ встроен, и куча других ништяков. Ставрит. Я разобрался. Это был Химик. Есть какие-то вопросы ко мне? Это он из-за жажды наживы убил Левшу и Хромова. Что? Никогда на него бы не подумал. Он ведь одним из лучших моих бойцов был. Я ему во всем доверял, а он вон какой гнидой оказался. Да и парней жалко. Тоже хорошими сталкерами были. Но что сделано, то сделано. Главное, что за смерть Химик получил сполна. Да, куда мир катится? Я до сих пор не могу поверить, что Химик мог такое сделать. Подумал бы на всех, кроме него. Даже Горелого хотел в клетке запереть, но после допроса образумился. Вот возьми, это тебе за помощь. Ты избавил нас от этой мерзкой крысы. А этого многого стоит. В общем, дали нам П-90. Просто патронов дофига натовских. И пять тысяч сверху. Ну, спасибо и прощай. Видимся мы в последний раз, скорее всего. Постой, а ты куда это собрался? Ухожу я с заставы. Неуютно здесь у вас. Так, тебе никто и не сказал? О чем? Уйти сейчас ты не можешь. Одну тропу усиленно держат монолитовцы. Поэтому через нее заставу не покинуть. А вторая рьяно усеяна аномалиями. И провести тебя сквозь эти аномалии может только проводник. Но его сейчас нет. Он группу, с которой ты прибыл, к рыжему лесу повел. Придется тебе его подождать. Черт. Ладно. Придется у вас еще погостить. А у тебя ко мне есть еще что-то? Ну, пока нет. Но если тебе нужна работа, то сходи к Распутину. У него для тебя точно что-то найдется. До встречи. Отлично, друзья. Мы выполнили с вами большое задание. Давайте подсейвимся. Подсейвимся. Так, нет. Не на консоль. Не на консоль. Вот так вот и сходим к Распутину. Потакуем, поторгуем. Отлично. Есть у тебя. Есть ПСО. Правда, дорогой. До ужаса. Вот он такой, П90. Красивый. Покупаем. И, в принципе, энергетиков тоже. Нет. Калаш не нужен. Во. Вот так вот. Значит, это химик убил хромовую левшу. Вот же. Пригрели змею на груди. Одно радует его большинец среди живых. Но он поплатился за свою подлость. Слушай, я забрал его нож к себе. Не хочешь купить? Хм. А что? Довольно-таки неплохая вещь. Я дам за него тебе три тысячи. Идет? Держи. А, вот твои деньги. Ты ко мне просто так зашел или по делу? Слушай, мне Ставрит сказал, что ты работенку подкинуть можешь. А то проводник еще не скоро вернется. Да и деньги лишними никогда не бывают. Да, есть у меня одно дело. Ничего сложного в нем нет. Расскажу тебе в общих чертах. Один из завсегдатых моего бара недавно обнаружил одного, точнее, один из завсегдатых моего бара обнаружил, что в аномальной роще возле завода один крутой артефакт имеется. Колобок его название. Мне он очень бы пригодился. Но он достать его не смог. Артефакт этот на самом верху этого чудо-дерево. И при попытке достать арт, сталкер свалился с этой чертовщины и чуть себе шею не свернул. В общем, поручаю тебе это дело. Нужно просто сходить и забрать арт. А ты уверен, что он все еще там? Думаю, что достать его никто не смог. У нас здесь альпинистов нет. Вдобавок даю тебе очень крутой детектор Велес, чтобы артефакт было проще найти. Все остальные артефакты, что найдешь там, можешь забрать себе. Ну или продать мне. Ну как, по рукам? Окей, принесу артефакт. Вот и отлично. Держи детектор и наводку на это место. Ну так, на всякий случай, если вдруг забыл, куда топать нужно. Окей, окей. Давайте отнесем нашу награду в ящик. И сбегаем к аномалии. Вот так вот. О, наконец-то крутой детектор. Вместо этого медведя, который ни черта не видит. Во, вот такой крутой теперь у нас АЕК. И теперь можем топать. К заводу. На самом деле, друзья, я вам очень советую взять какое-нибудь оружие с прицелом. Потому что нам сегодня придется пострелять. И я вам рекомендую что-нибудь вот... Типа ПСО взять с собой. Либо уже интегрированный прицел в вашем оружии имеется. Короче говоря, возьмите оружие с прицелом. Вот это большая-большая аномалия. Называется она Аномальная Роща. Ну, на самом деле, чистый соснодуб. Немножечко, правда, веточки убрали у него. У соснодуба было побольше. Короче, сейвимся. Достаем детектор. И начинаем сбираться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стоять. Запаситесь, друзья, аптечками. И побольше. Вас будет... Хорежить. Дай боже. Я вас уверяю. Так, главное, не свалиться с этой хреновины. Так, друзья, аккуратненько, аккуратненько. Подходим вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. И забираем, собственно, наш колобочек. Эй, мужик, ходи сюда, разомор есть. Только стул, спрячь. Это, друзья, бандиты. Из-за... Стены нам... Сигналят... О том, что... Мол, делиться надо. Но мы-то делиться не будем. Мы будем убивать. Ну вот и все. Отлично. Я уж думал, кто-то выжил. Вот такие вот три бандоса на нас выходят по скрипту, друзья. Как только мы забираем наш колобочек. Кстати, у меня аптечки кончились. Пока я на... Какой-то тэршник. Крутой я возьму себе. Стильно. Стильно, стильно, стильно. Грач. Так, давайте хоть с кабанов пособираем. Копыта. А то чё? Зря, что ли, бандосы их настреляли? Так, пусть хоть нам какая-никакая прибыль будет. В общем-то, калаши бесполезны абсолютно. Во-первых, они ужасны по своему состоянию. Хотя вот этот достаточно неплохой. Можно будет продать. Во-вторых, ну нафига нам какие-то калаши, когда есть аек. В общем-то, друзья, отваливаем. Задание наше мы выполнили. И можем топать. Собственно говоря, на базу. Давайте закинемся энергетиком. А то я с хабаром. Немножечко неудобно. Спринтерские забеги устраивать. Так, сколько я там? 20 копыт на собирал. Ого! Не слабо. Не слабо можно будет их потом загнать. Распутину. Тем более, что он нам говорил, что он с удовольствием принимает части тел мутантов. Это прям очень здорово. Можем, кстати, в следующей серии устроить родео на снорков. С нашей протектой. С нашим DAO 12. Мне кажется, это было бы очень достойно. Я думаю, что части тел снорка стоят гораздо дороже, чем... Собаки. Ну что там? Достал уже тот арт из аномальной рощи? Да, артефакт уже у меня. Пришлось попотеть, чтобы его достать. Да еще и бандиты приперлись. Права свои качать пытались. О, как? Ну и что ты с ними сделал? Да неважно. Главное, что артефакт уже у меня. Ну и правильно. Думаю, что они получили по заслугам. А то они совсем борзеть начали. Это не первый подобный случай. Давай сюда артефакт. Держи. А вот и твоя награда, как и обещал. Если найдешь еще какие-то интересные артефакты, тащи мне. Куплю у тебя их дороже, чем кто-либо сможет здесь за них предложить. Договорились? Да. Кстати, тебя Ставрит просил зайти к нему. Говорил, что у него... К тебе разговор есть. Отлично. Зайду к нему. Держи калаш. Держи ПМ. Держи патроны. Водку держи. Гранат. Зачем мне так много? Давай патронов. Вот таких вот. Для дроби. Во. Отлично. Отлично. Бывай. Так. А подожди. Подожди секунду. Может да. Насчет КПК химика. Купишь у меня его? За два косаря. Отлично. Надеюсь, у тебя все в порядке. Отлично. Давайте сбегаем к Петровичу. Тем более, что он нам скидку пообещал. Врахуй. Проблемы с залезом? Заодно сейчас поапгрейд. Вот. Отлично. Бронежилет минус. Химзащита. Термозащита. Радиозащита плюс. Химзащита. Переносим вес плюс 10. Плюс два контейнера для артефактов. Отлично. Отлично. АЕК. Плюс 10 патронов в обойме. Масса минус. За копейки буквально нам все Петрович сейчас отремонтирует. Минус отдача. Плюс 15 удобность. Плюс 10 настильность. Темп огня и так высокий. Плюс точность. Еще настильность. И еще точности. Сейчас будет не АЕК, будет Зверь просто. Минус 10 отдачи. Плюс 15 надежды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Темп огня еще повысим немножечко. Удобность хорош. И ТТшничек мы отремонтируем. Кайф. Плюс 4 патронов в обойме. Хорош. Повысим точность. Понизим массу. Темп огня увеличим. Повысим надежность. Минус отдача. Плюс темп огня. На стильность. И точность. Ну и надежность. До кучи. Шикарно, друзья. Просто боевая машина смерти. Так. Цепляем прицел. Закидываем артефакт Юсы. Какой-то. Какой-то не лезет. Да. Цепень. Цепень не влез. Но в принципе. В принципе. Да. В принципе цепень это артефакт, который. Единственный из всех наших артефактов. Он дает. Одно отрицательное. Качество. По-моему у него плюс радиация. Какая-то. Да. Да. У него плюс радиация. Поэтому его мы выложим. Как выложим и патроны. Ну и все. Я думаю. В завершении нескольких заданий можно отметить. Закусить. Ох какой сушняк сразу после водки-то. Да. Кстати говоря. Можно Распутину отдать нашу флягу. Он ее наполнит. Но за два косаря между прочим. Да. 2000 рублей. И мне кажется проще покупать энергетики. Они гораздо эффективнее справляются со своей задачей. И стоят в тысячу раз дешевле. Так что. Вот так вот. Еды можно кстати подкупить. Во. Пойдемте к Ставриду. Что он нам скажет? Что он нам расскажет? С чем пожаловал? Наемник. Хорошо, что ты зашел. Зверь. Появились кое-какие проблемы на горизонте. Мне понадобится твоя помощь. Что стряслось? Мы тут на закрытой частоте бандитов местных просекли. Что нас... Настроили на нее несколько наших раций. Как ты, наверное, успел догадаться. Бандиты на этой частоте не фруктовое варенье обсуждали. В общем-то, готовят они нападение на наш хутор. Этой ночью. Хотят тех двоих бандиков, что у нас в плену, освободить. Надо их планы немножко нарушить. Подсобишь? Ладно, постараюсь помочь. Какой у тебя план? План таков. Трое ребят встречаются с группой бандитов на территории панского хутора. Они... Один занимает снайперскую позицию на чердаке сарая. Другие прячутся в развалинах хутора. По прибытию бандитов, мои ребята встречают их с хлебом-солью. Бандиты не будут готовы к нападению. Поэтому неожиданность наш главный козырь. Но я неплохо справляюсь со снайперкой. Поэтому роль снайпера оставь мне. Хорошо, нужную снарягу я тебе выделю. На этом все. Не буду тебя отвлекать. Готовься к ночи. Она обещает быть жаркой. Понял тебя, Ставрит. Пойду готовиться. Некоторое время спустя. Итак, друзья, мы уже с вами на чердаке. Давайте подсевимся на всякий пожарный. И я вам очень рекомендую, друзья, вот этот момент включить ПНВ. И сесть в глубине. В глубине сарая. Не торчать. У всех на виду. Сдухнет и скотина. Хорош. Отлично. У нас, кстати говоря, друзья, та самая СВДшка с глушителем, которая была на втором этаже. Главного здания на хуторе. Всем спасибо, все свободны. Марчук. Вроде бы справились. Огромное спасибо за помощь, наемник. Вдвоем бы мы эту атаку не отбили. Да не стоит благодарить преждевременно. Не факт, что бандиты остановятся, так и не достигнув цели. Ставрит мне говорил, что вы узнали об этом нападении с закрытой чистоты бандитов. Ну, у тебя с собой рация, настроенная на эту чистоту. Ну да, есть. Нужно узнать, не успел ли кто-то о засаде доложить. Сейчас проверю их канал. Ну давай, нам нужно узнать, чего еще стоит ждать от бандитов. Слышишь, пацаны, это мы. Пацаны, вы посадь ушли или чего? Какая ночь, друзья, красивая. Лепота. Пацаны, блин, шифруются. Надо, короче, метнуться на место, позырить, че там и как. О. Не хоботись, бугор, все метнемся. Будем готовиться. Черт, они сюда еще один свой отряд отправили. Что будем делать, наемник? Так, да не паникуй ты, займите свои позиции и ожидайте гостей, а я на свою снайперскую позицию на чердаке вернусь. Отлично, отлично, отлично. Быстренько, быстренько, быстренько побежали, 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 убежали. Так, ну и где последняя сволочь? Ну ты красиво его добил. У меня патронов не было в ТТ. Но контрольные выстрелы я сделаю. Ну что, друзья. Вот такая вот была жаркая действительно ночка. Но благо, скилл нашего главного героя дала себя знать. Но СВД просто тащит. Просто рулит и разруливает, друзья. Кабана с одного выстрела. Короче говоря, друзья. Наших убиенных противников мы обыщем в следующей серии. Обязательно, потому что у них очень много интересного хабара. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо вам за просмотр. Спасибо, что были со мной. Играйте в хорошие игры. Играйте в пространственную аномалию. Всем удачи, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. В общем, делайте все, что я вам говорю обычно делать в конце видео. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok